Наконец-то я лечу на море в Турцию! Это чемодан мамы, и там в основном общие товары, товары, общие вещи будут лежать. Милка там нас провожает. Нет, не провожает. Мы перешли за границу. Ребята, весь полет, короче, мы просто проспали. Мы уже слышим море. Подходим к нему и бежим мочить ножки. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я наконец-то снимаю, блин, долгожданный вами влог. Вы не представляете, как давно я их не выкладывала, а именно поездка в Египет, поездка в Таиланд, поездка в Дубай. Кстати, это как раз-таки был последний мой влог из-за границы на моем канале. И прошел год со всей этой историей, и наконец-то я лечу. Лечу я в Турцию. На море в Турцию! Вы не представляете, как я давно не была в Турции, как я соскучилась по такой вот турецкой атмосфере, по отелям, по реальному отдыху около моря. Сейчас, говорят, там не очень хорошая погода, но как бы море прогретое. Первые два дня всего лишь будет идти дождь, но потом будет уже жара 28-30 градусов. Короче говоря, летим мы на 7 дней. То есть на неделю вместе с мамой и моей сестрой Полиной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и, конечно же, подписываться на мой Инстаграм. И сразу предупреждаю, я очень сильно изменилась. Вы, возможно, заметите даже, что я поправилась. Да, я поправилась на 10 килограмм. Я сразу говорю, как бы, чтобы опередить комментарии. Надеюсь, их будет меньше после этого. Да, я поправилась из-за стресса. А еще я постараюсь в этом видео быть максимально настоящей, уже потихонечку показывать вам свои изменения, которые мы, возможно, еще не очень готовы. У меня много чего поменялось, поэтому новая Карина Аркелян, потом поймете, о чем я, желает вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Внимание! Вот это чемодан Полины. Небольшой, уже красивенько так все уложено, подготовлено. Так как я только пришла со съемок, я быстренько вот таким вот образом, что было сложено, оставила сложенным. Ну и то, что я хочу сейчас сложить, просто кинула на чемодан. Вот так вот выглядит пока это все. Этот чемодан, куда Полина изначально хотела сложить вещи, но он оказался маленьким. Этот чуть побольше. Короче, вот такая картина у меня в комнате. На часах сейчас, внимание, 18 часов 19 минут. Это у нас 30 октября, суббота. И я прямо сейчас иду в душ после тяжелого дня. Вылет у нас в 2 часа ночи. Нет, в 2 часа ночи 50 минут. Мы уже через 3 или 4 часа, по-моему, да, будем выезжать. Поэтому мне нужно сходить в душ, привести себя в порядок и до конца собрать чемодан. Вернусь уже к вам тогда, когда все это будет сделано. Моя голова немножечко подсохла. Я перекусила омлетиком. Почему-то очень сильно захотелось себе его сделать. Я включила сериал, который я начинаю смотреть. Он называется «Призрак дома на холме». Это ужастик. И там всего 10 серий. И это в целом один сезон. Так как там 10 серий, каждая длится по часу. Я сейчас убью 4 часа. Ну и в самолете убью 4 часа. Как раз-таки почти досмотрю сериал за это время. Кстати, ребят, вы только посмотрите на все эти картины. Я недавно начала ходить в... Не то чтобы школу, но к своему знакомому, который очень круто рисует, очень круто все разрисовывает. Это не реклама. Просто один из тех ребят, кому я один раз пошла, подарил мне вот такие вот наклейки. Тут тоже что-то написано таким шрифтом необычным. И именно эти наклейки я сегодня буду использовать для того, чтобы клеить свой чемодан, который уже, кстати, запакован с помощью моего папы. Вот. И сейчас я каждую сторону чемодана обклею вот такой вот наклейкой. Это чемодан мамы, и там в основном общие товары, товары, ну, общие вещи будут лежать. Это Полинин чемодан, а вот это черный чемодан мой. И как бы они уже помечены красным скотчем, но все равно я обклею его вот этими наклейками. Получилось так, что толком я не смотрела сериал, ну, и, в общем-то, решила немножечко вздремнуть. У меня это сделать получилось. Тем временем Полинка сидит и красится. Ну, делает себе такой базовый макияж, просто чтобы чувствовать себя комфортно. У меня, кстати, был тональный крем специальный с SPF защиты. Я его тоже взяла. Вот, Полька, пару слов. Ну, вообще, Карина ничуть не удивила то, что я сижу за ее столом, а не за своим. Просто я всю косметику уже сложила, решила накраситься Кариной. Собственно, ее это не удивило. Да, почему меня это должно удивлять? Ты уже с моей косметикой пользуешься как своей. Мы сейчас смотрели всякие обзоры на наш отель, и я могу сказать, что он реально очень сильно классный. И Карина сейчас спала. Я не смогла уснуть. Я не знаю, как Карина вообще сейчас проснулась, потому что как проснулся в 10 часов. Ну, спокойно, просто немножечко спать охота. Кстати, чтобы вы понимали, ребят, в нашем отеле уже не осталось места из-за того, что мы заранее покупали билеты. На нас места были, мы все забронировали, но потом, когда начался вот этот заново карантин, локдаун, как бы, все решили куда-то свалить. И мы даже о локдауне не знали, именно в эти дни попали, когда все началось. Поэтому отель будет полный, все будут любоваться. Смотрите, как Карина Аркелян поправилась на 10 килограмм. И как Полина похудела на 10 килограмм. Ой, на 10, но... Мы с Полиной поменялись местами. Короче, это самый настоящий капец. Но ничего, девочки, худеем своими красивыми носочками. Кстати, я недавно убралась в клетке у своего хомячка из наполнителя кукурузного, потому что раньше до этого были очень пушистые опилки, я хомяка своего даже в клетке найти не могла. А сейчас вот он, вылезает из домика любопытный. Мордочку высунул свою. Не сбегает, как раньше. Да. Сейчас придет с вами поздороваться. Всем привет, ребята! Я хомяк. Карина даже не придумала мне имени. Прошло время, мы уже готовимся выезжать. Нас повезет папа. Милка там нас провожает. Нет, не провожает. Не переживает. Да, да, да. В общем, такой мы опять девичьей компанией летим в Турцию. Я все разрисованные. Мне папа только что сказал, что я маляр. Посмотрите, разрисованная куртка, разрисованные штаны. Моя любимая кофта, которую я в последние дни ношу, это легкие и бабочки легких. Доехали мы очень быстро, хотя показывала ехать 50 минут. Настроение просто замечательное. Сейчас пройдем регистрацию и пойдем уже дальше. Наши чемоданчики на месте. Подушечку для сна я надела вот сюда вот на шею. Кстати, у меня какое-то прям максимально сонливое состояние сегодня, хотя я обычно ложусь в час, в два ночи и чувствую себя нормально, а сегодня я прям как-то спать мне захотелось, короче, очень сильно. Вот, зайчка меня узнала, можешь поздравиться с ребятами. Ты тоже в Турцию летишь? Да. Вот, так что, ребятки, посмотрите, какая красивая девочка. Вы у меня самые классные. Давай сделаем фото. Хорошего вам вечера. Спасибо. Полета ночи. Мы перешли за границу. Да. Что тебя, Карина, мучили? Меня спросили, как меня зовут, я забыла. Карина, тебя чувствовали. Меня мучили, на меня вообще чуть ли не начали там наезжать, типа, а где ты паспорт получила? Волосы назад сделайте, подушку уберите. Ты же скач, первый раз мы так в Турцию летим, конечно. Ну. Чтобы такой был досмотр, контроль и опрос, мы пришли в кафешку, где практически никого нет. Мы заказали покушать, мама ничего не будет, я решила взять салат. Мама ночью не ест. Мама ночью не ест, да, я проголодалась. Мне принесли салатик, Полинину пасту ждем, мы решили, что с мамой съедим салат пополам, поэтому пожелайте нам приятного аппетита. А вот и Полине принесли ее пасту. Полин, давай дегустацию устроим. Ну-ка, что скажешь? Вкусно? Да, за свою цену, особенно в аэропорту. Ну да, сколько вот эта паста стоит? Тысячу рублей. Тысячу рублей, ребят, вот за эту пасту. Принесли нам это, кстати, все за пять минут, причем народу в кафешке практически нет, и все реально, ну, вкусно. Полине понравилось, мне салат понравился. Еще я взяла свежевыжатый яблочный сок. Тоже классный. Ребят, короче, только мы сказали, что народу тут нет, так сказать, накаркали. Посмотрите, сколько народу тут. Просто толпа. А мы еще вовремя зашли, я так понимаю. Маме больше паста понравилась, я так понимаю. Колбаска мне. Короче, ребята, мы просидели полтора часа, Полина и мама пошли уже вставать в очередь. Нас сейчас уже будет провожать в самолет. Я, если честно, до сих пор не могу понять, что я куда-то лечу. Раньше у меня было какое-то предчувствие прям максимального подъема какого-то внутри адреналина. Сейчас я сижу, я такая, блин, может, я просто в каком-то торговом центре сижу, потому что я реально не понимаю, неужели мы сейчас полетим на море. Это очень странно, но, блин, круто. Наверное. Но это не точно. Кстати, ребят, нам дали какие-то супер странные бумажные билеты, которыми можно просто подтереться и все. Обычно дают такие плотные. Девочки, ваше настроение? Зонное очень настроение. Полин, ты? Спать хочу. Все хотят спать. Я что-то уже не особо. В общем, мы сели в самолет. Находимся мы ближе к концу. Я села у окошка. Полька сидит в телефоне в центре. Мама с краю. Кому достанется подушка? Вот это моя. Это твоя, мам? Еще одна есть. Есть еще? Все, сейчас будем надувать. Ребята, весь полет, короче, мы просто проспали. Идем максимально сонные. Ничего не понимаем, но я как будто бы летела реально минут 15. Потому что я сразу же вырубилась. И про тот сериал, про который я говорила, мне так, конечно же, и не удалось его посмотреть. Мы идем и уже чувствуем хорошую погоду, да, потому что немножечко ветер. Да, запах Турции. Ребята, я вообще не заметила, как я прилетела. То есть, я вообще даже не помню. Если Карине просто кажется, что она 15 минут летела, мне вообще не кажется, что я летела. Я просто все забыла. Я села на какое-то место, проснулась на другом как-то. Я вообще не понимаю, что вообще было. Ну и капец, ребятки. Короче, вот такая обстановка. Девчонки проходят паспортный контроль. Я уже его только что прошла. Ребят, я до сих пор ничего не понимаю, если честно. Мы получили чемоданы и идем. Нас должны будут встретить. Такое ощущение, что я, кстати, прилетела в Дубай, если честно. Потому что у меня ассоциации только с тем влогом и с тем, как там было круто. Надеюсь, что те воспоминания покроют эти. Ребят, я вышла на улицу. Очень свежо. Идет небольшой дождик. Реально тепло и комфортно. Классная погода. Можно спокойно даже в футболочке быть и тебе не будет холодно от этого. Фух, я, конечно, офигела от себя, когда с самолета вышла такая отекшая. Сейчас уже более-менее. Да, надо худеть. Бэй, пора уже. Нас провожают в машинку, складывают наши чемоданы. Опять же, вспоминаю Дубай. Машинка под номером 548. Хорошо, что не 456. Вон там полька. Все, я залезаю. Это, кстати, сейчас самая холодная погода в Турции. Потом будет теплее. Это я понимаю. Посмотрите, ребят, сколько тут чемоданов. А вот и наш отель под названием Макс Роял. Это не реклама, если что. Мы сели за столик в отеле. Я думаю, что нас не сразу заселят, потому что некоторые люди вот там с Заполиной, например, спят. Сейчас нужно будет заполнить все данные. Вернусь к вам уже, когда все более-менее будет понятно. Так, ребят, в итоге заселение у нас будет где-то в 2 часа, потому что отель Битком. Мы прямо сейчас пойдем завтракать. Потому что прошло уже очень много времени. Мы опять с Полиной вырубились, только уже пересели на диванчике. Сейчас я вам покажу обстановку вообще, как там на завтраке. Мы плавно оказались на завтраке. Можете посмотреть. Тут огромная территория, и тебе накладывают все, что ты хочешь. Только уже самостоятельно ты этого сделать не сможешь, потому что, ну, коронавирус, все дела. как бы, я себе уже положила еду, сейчас вам просто покажу образно, чтобы вы поняли, как тут что выглядит. Тут сыры, я ищу сейчас именно фрукты какие-нибудь. Вот. ой, какие тут все добрые, ребят. А вот я и пришла к фруктикам. Сейчас попрошу себе. Вот так вот, ребятки, мне все подали. Вот такую вот красоту с фруктиками. Я считаю, что это просто обязательно кушать на завтрак, именно фрукты или еще что-то такое. Сейчас я пойду за столик и покажу вам, кто что взял. Вот так вот выглядит наш стол. Из-за того, что на улице стало чуть-чуть попрохладнее, мы решили там пока что не садиться. Мама взяла себе тоже всякие вкусности с зеленью. Я взяла грибочки, помидорку и хлебушек с яйцом. Полина взяла тоже яичницу и хлопушки с молоком. Сейчас мы еще закажем кофе. Внимание, мы впервые выходим на территорию нашего отеля. Двери перед нами, конечно же, не открываются. А, вот. Ой, вот тут вот, ребятки, завтракают обычно, но как бы прохладненько. Мы бы замерзли, если бы тут завтракали. Ой, как красиво! Как вам виды? Виды? Зашибательские. Как будто на Мальдивах, смотрите. Внимание, после Мальдив мы отправляемся в бассейн с горками и с огромным количеством лежаков. Это детский бассейн, чуть дальше там уже будет взрослый. Вот так вот выглядит территория, и мы уже подходим к морю. И море такое спокойное, несмотря на погоду, да. Ой, ну супер, мне нравится. Знаете, спустя сколько? А, ну нет, я в Калининграде еще видела море. Везде фоткать будете. Нет, это вы меня везде фоткать будете. Это вы меня. Это вы меня. Это вы меня. Вы меня. Вон там меня. Такая вот я вся в черном, красоточка, на фоне отеля. Мне кажется, тут локация очень красивая, да, Полин? Да. Ну сейчас погода пока что не очень, а через дня два будет отличная погода, и мы будем загорать. Да, красиво. Ой, все, у меня хорошее настроение. Хоть я и не выспалась, но настроение просто вау. Нас сейчас проводят в номер, наконец-то. Ой, ванная большая какая. Вот такой вот номер. Тут, наверное, буду я с Полиной спать или Полина с мамой. Тут буду я. Диванчик, духи. Тут лежит вся красота, мини-бар. Только что показали шкаф. Короче, вот так вот это все выглядит. Две раковины. Вот тут, я так понимаю, да, тут унитаз, а там душ, наверное. Да, там душ. То есть ты можешь либо в ванную, либо в душ сходить. Я предпочитаю больше душ. Ну, в ванную тоже. Сейчас я вам покажу вид из окна. Террасу. Внимание, ребятки, терраса. Вот такой вот у нас вид на фонтаны, на другие места отельные. Короче, номер огромный, вид тоже классный. Отдых будет просто потрясный. Это я уже стихами начинаю говорить. Нам осталось разобрать вещи, переодеться и пойдем уже дальше куда-нибудь гулять. Я с этими подушками, блин, приросла сегодня к ним. Итак, мы нашли вот такую вот коробочку и как нам объяснили, это три на выбор аромата или больше, или меньше. Короче, я не знаю, сколько для комнаты. И мы должны выбрать один и нам в следующий раз, когда придет уборщица убираться, она нам этот аромат поставит и у нас будет так пахнуть в номере. Ой, посмотрите, тут четыре аромата и в центр нужно положить тот, который нам понравился больше всего, чтобы так пах наш номер. Итак, давай начнем. Ты с этих, я с этих. Так, этим сейчас пахнет номер. Это больше мятный, сауну напоминает. Ммм, вот эти классные. Это больше с корицей и с какой-то ягодой. А вот это апельсиновый, мама. Ой, точно не это, это какой-то ужас. Как тебе вот такой аромат в номер? Хороший. Офигительный. Мне кажется, он надоедливый. Нет. Мне вот этот нравится, он свежий. Мне вот этот. Так, ребятки, я переоделась. Сейчас главное надеть какую-нибудь открытую обувь, снять свои носочки с сердечками. Вот. И можно будет идти гулять. Столько я думаю, что камеру с собой не возьму, потому что территорию отеля я вам уже показала, номер я вам показала. Хочу просто пройтись уже без камеры, без телефона, просто посмотреть все эти красоты. И как только мы вернемся в номер или пойдем обедать, я обязательно вас возьму с собой. Дорогие мои, мы находимся сейчас на пляже. Я все-таки решила взять вас с собой. Перед этим, конечно же, мы вышли, прогулялись. Потом я такая, нет, раз солнышко выглянуло, нужно обязательно взять своих ребяточек любимых, которые до сих пор подписаны на мой канал. Если нет, то обязательно подписывайтесь. Кнопочку вы сможете увидеть ниже или вот тут вот на экране, но подписаться нужно на кнопочку красненькую ниже под моим роликом и поставить лайк. Мы взяли безалкогольное мохито. Это мой любимый напиток, который я всегда пью на отдыхе. Я трубочку сломала. А еще, пока камера моя не была со мной, я съела вот такой вот гранат и взяла водичку. Сейчас мне мама даст очки. Я надеваю свои очки и загораю. Короче, ребята, я немножечко позагорала. Мы с Полиной только что хотели пойти за коктейльчиками какими-нибудь. Я, наверное, не буду, потому что я только что выпила мохито, естественно, безалкогольный, как я вам уже об этом говорила. Сейчас мы пойдем за Полиной вместе с вами, если она уже там не идет. Идет. Вот она, принцесса. Ты два коктейля взяла? Это чипсы. Полина, а где коктейль? Мне сказали. Нужен QR-код, а я телефон не знаю, где он. QR-код? Ну, типа, просканировать его, чтобы на нем посмотреть. Мы сейчас с Полиной пойдем мочить ножки на море. Чтобы вы понимали, я была ровно год назад на море, именно тогда я в нем купалась. Потом, где-то через полгода после Дубая, я была в Калининграде на море, но там, естественно, оно ледяное, поэтому ножки окунуть у меня не получилось. Сейчас я этим займусь. Решила сегодня не переодеваться в купальник, потому что все-таки поддувает ветерок, да и к тому же мне комфортнее пока так. Поле идет, хомячить чипсы. Я ничего не вижу, что я снимаю. Солнце капец фигачит. Я думала, что когда мы только-только приедем и вообще на протяжении двух-трех дней по погоде показан дождь и вообще прохлада лютая. На самом деле нифига, блин. Не дождя, но был утром. Ну и сейчас, собственно, солнышко. Мы уже слышим море, подходим к нему и бежим мочить ножки. Море должно быть прогретое. Сейчас мы это узнаем. Холодное! Господи, как там люди купаются? Просто ледяная вода, ребят. Пошли, я накупалась. Очень холодная вода. Ну а теперь наступил вечер. Удобное, кстати, зеркало в номере стоит. Мы собрались уже так по вечернему. Ой, мам, извини. Короче, мы на пляже немножечко поспали, поэтому уже более бодро себя чувствуем. Сейчас пойдем погуляем и уже отправимся на ужин. Посмотрите на мой образ. Я наделала каблучки. Кто стилист? Мама стилист. Составила мне образ. Так что выдвигаемся. Идем путешествовать. Тут, кстати, на минус первом этаже, ребята, очень много всяких магазинчиков. Также, ребятки, тут есть магазины с шубами, Бербери, Прада, по-моему, тут есть. И всякие другие бренды, где продаются сумки оффлайт, чемоданчики Луи Виттон, вот я тут вижу. Короче, всякие прикольные вещи. Куда я сейчас зайду и посмотрю. Хочу показать вам, ребят, игровой клуб, который тоже есть в этом отеле. Тут все в таком ночном стиле. Не особо много людей, но в основном там играют в боулинг, играют в гонки, играют вот в эту игру. Кто, кого... Что нам нужно? Это вот моя тема. В мячике поиграли, теперь девочки решили сыграть в гонки. Как успех, Полин? Маля. Мама, у тебя как успех? Маля. Теперь я решила немножечко поиграть. Я ни разу в жизни в такое не играла, поэтому прямо сейчас попробую. Надеюсь, что меня... я поиграла, мне не особо понравилось. Там до сих пор идет мой тур. Я просто оставила эту игру. Теперь играет Полина в какое-то убивание монстров. Эта игра лучше, чем предыдущая? Да. Теперь мы дошли до кафешки, которая находилась прямо у нас в отеле. Сейчас я вам покажу, сколько тут всего. Всякие вкусняшки, маффины, булочки, круассаны. Короче, все тут есть. Полина выбирает красоту. Ребят, вы вслушайтесь просто. Как будто звук где-то поставили птиц, да? Так, мы хотели прогуляться, но пошел дождик, мы взяли еще раз чай и включилась очень красивая подсветка, поэтому я рискну под дождиком выйти быстренько вам показать, какая красота меня окружает. Водичка, которая была голубой, с помощью подсветки превратилась в ярко-ярко-синюю. На самом деле это фиолетовый цвет, но я смотрю через камеру, для меня это как синий, а в жизни фиолетовый. Короче, вот такая красота. А мы идем узнавать, что за ужин нас сегодня ждет, потому что мы еще ни разу на нем не были. Вау, какую красоту там несут. Вот. И я думаю, что должно быть вкусно с учетом того, что... Блин! С учетом того, что завтрак был просто потрясающий. У Поли шиза вечерняя. Она просто попробовала энергетик впервые в жизни. Вообще-то не впервые. Так, с этого момента поподробнее. Внимание! И прямо сейчас мы отправляемся в просто потрясающее местечко, где мы будем ужинать. ой, ребят, извиняюсь за мою шизу, но я сказала, что я буду настоящей. Ой, смотрите, тут сладости к Хэллоуину. Очень много сладостей, чтобы детей угощать. Сегодня же 31 число. Капец, как их много. Это конфеты, да, чтобы детям сегодня давали на Хэллоуин. Так, смотрим дальше. Там раздают фруктики, помните, утром мужчины прекрасные мне махали? А нет, тут уже другая подача, тут уже не сыры, тут всякая нарезка, креветки, крабы, роллы, короче, все. Тыковка к Хэллоуину, настоящая, причем, ребят, кривые ветки. Тут у нас рыбка, картошечка, макарошки, еще макарошки. Короче, сейчас я вам покажу, что я решила взять для себя на этот ужин. Вы только посмотрите, что Полина взяла себе на ужин. Как говорится, аппетиту не помешает ничего. Вот такой вот ужин получился у меня. Это курочка, кальмары и пюрешка. Мама взяла себе рыбку и рис. Полина, я уже показала, что я себе взяла. Ребятки, вот эта принцесса подходит ко мне сфоткаться уже второй раз, потому что у нее не получилось фотографии. Вот только посмотрите, какая она миленькая. Покажи фотки, кстати, которые получили. Вот такая красота. Все, спасибо тебе, что подошла. Хорошего вечера. Донышко. Каждый день смотришь? Я тоже люблю холочить. Хорошего тебе вечера. Внимание, ребята, мы сейчас с Полиной идем гулять под дождем. Раз, два, три. Вот таких вот видосов, где я гуляю с вами под зонтиком, еще не было у меня на канале, потому что все, что возможно, я уже на своем канале перепробовала, а вот ходить с вами под зонтиком еще нет. Ребятки, вы только посмотрите, какая у меня красивая мамочка. Мамочка-красоточка. Так, дорогие мои, мы переместились на другое место, не с которого Полина украла мою камеру. Прямо сейчас мы будем слушать концерт. И, как вы слышите, тут уже готовятся к нему, поэтому я решила заранее вам об этом сказать, потому что скоро будет очень шумно. Нам принесли всякие фруктики, орешки. Это было только после ужина. Пришли. Всем доброго вечера, мои дорогие, и на этом моменте, находясь в номере, я хочу завершить свой первый влог. Полина разбирается сейчас с рецепшеном, почему нам дали одно одеяло, а я любуюсь собой, потому что я великолепна. Вот, ну и... Короче, мы ушли с этого прекрасного концерта, потому что, оказывается, это была просто репетиция, вот, ну и мы решили, что все-таки нам нужно пораньше лечь спать, потому что мы толком не спали сегодня, вот, поэтому я сейчас сделаю вот таким вот образом и лягу на кроватку и вот так вот лежа я попрощаюсь с вами и хочу сказать вам огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до самого конца. Ждите второй влог из Турции обязательно, это было лишь только начало, поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал и обязательно смотрим мой влогик следующий, а для того, чтобы его не пропустить, нужно быть подписчиком моего канала. Всем до скорых встреч, ребята, я вас люблю. Как позвонить в рецепшн? Я откуда знаю. Субтитры сделал DimaTorzok